доброе утро дорогие телезрители канала фонтова и конечно мои подписчики на моем канале на ютюбе голова садовая ну даже не знаю что вам еще сказать вот сегодняшняя тема и еще несколько программ это будут удобрения все-таки хорошо выращивать экологически чистые овощи но не надо забывать что наша почва в наших садах и огородах она истощается очень быстро мы занимаемся очень быстрым земледелием понимаете растения съедают все и абсолютно и вот иногда вы идете по огороду или саду и видите что у вас растения вдруг вы видите что они какие-то листья коричневатые как-то сохнут они или фиолетовый оттенок это вам первый сигнал не хватает фосфора обижать надо в ближайший магазин и покупать удобрение которое содержит фосфор мы знаем что у нас фосфор содержит суперфосфат простой нерастворимые в воде суперфосфат двойной растворимая форма и амофос в составе этого удобрения тоже есть фосфор и сейчас я вам расскажу про амофос что же это такое это замечательное удобрение получается путем химической реакции нейтрализации ортофосфорной кислоты при помощи аммиака значит его составе есть и азот и фосфор и в каком соотношении 12 процентов азота и 52 процента фосфора причем форма этого удобрения такова что это прекрасно и очень легко усваивается растениями она обработана таким образом что как бы она не была подвержена атмосферным явлением климатическим она не набирает влаги то есть гранулы покрыты специальным веществом видите не рассыпается не распыляется не рыхлится но прекрасно усваивается растениями причем это может быть сделано и мгновенно и желательно конечно не только вносить под осеннюю перекопку не только весной но еще есть такие варианты когда вы растворяете это удобрение и весной в жидкой форме иногда нужно даже ну примерно 400 грамм на 10 литров чтобы пролить какое-то растение но я подробно об этом буду рассказывать не надо бежать уже с лейкой размешивать его и поливать что-то осенью это вообще не требуется все мы сейчас на даче осенью и под перекопку вы просто должны подумать что же я внесу для того чтобы мои растения были сыты и здоровы кстати сказать вот это удобрение выпускается и российскими комбинатами и нашими комбинатами ну на которые находятся на бывшем постсоветском пространстве это и узбекистан это и казахстан насколько я помню значит состав удобрения позволяет работать им в любой климатической зоне вот есть удобрения которые не очень себя ведут в холодной зоне или в очень горячей зоне а вот это удобрение как раз повсеместно по всем регионам россии и работает оно замечательно хотите увеличить урожай да бога ради пожалуйста при употреблении амофоса а вы чувствуете да к чему я клоню азот отвечает за зеленую массу фосфор отвечает за образование корней что это значит у кого корни у нас корнеплоды это все корни но и корневая растение корневая система растения допустим салатного типа да это шпинаты салаты это сельдереи это тоже очень хорошо работает с этим удобрением то есть растения абсолютно здорово это раз во-вторых плоды всегда гораздо вкуснее крупнее и хранятся гораздо дольше и корнеплоды тоже и вы должны помнить что пользуясь такими удобрениями вам в принципе нечего бояться но как при любом внесении химического удобрения в землю не надо превышать дозы никогда лучше не донести чем переложить составе этого замечательного удобрения находится диамоний фосфат и моноамоний фосфат причем форма очень легко растворимая в воде они только усваиваемая растениями хочу сказать что такие удобрения хорошо использовать в очень засушливые засушливых климатических зонах но когда стоит погода очень засушливая когда очень жарко он тоже хорошо сработает но неправильным было бы мнение что пользоваться можно на всех культурах вовсе даже нет садово-огородные культуры в основном своем большинстве предпочитают суперфосфат и я расскажу почему если для основного количества садово-овощных культур мы пользуемся суперфосфатом вот амафос вот это удобрение надо приберечь для картофеля винограда и свеклы почему да потому что они дадут хороший урожай именно они на него среагируют очень хорошо всего навсего для лунки картофеля нужно вот такое количество посмотрите вот в лунку сколько два грамма всего надо два а на погонный метр например если вы посеяли свеклу до всех видов кормовую столовую неважно она очень хорошо отзовется на внесение этого удобрения на погонный метр этого этой посадки на рядок 6 грамм всего это вот чуть почти чайная ложка почти я бы сказала на погонный метр вы себе представляете как он работает виноград ответит вам при весенней при весеннем внесение этого удобрения и более крупными ягодами он не будет болеть у него плодовой гнили не будет потому что фосфор это защитник а в составе имеется немного азота вот намекаю опять немного азота то есть внесение и ближе к осени если вы видите что явное голодание фосфора да у растений она тоже не противопоказано азот отвечает за зеленую массу фосфор за корни но при этом фосфор же работает еще и на образование сахаров и крахмала понимаете да но там еще в земле калий должен быть а я вижу как вы уже размечтались да ой как хорошо все никакого навоза никаких других нет мои миленькие всегда полный комплекс это всегда поддержка это всегда палочка-выручалочка но опять же не для всех культур но работает она просто замечательно внося удобрения в землю вы должны точно знать и понимать зачем и когда вы это делаете под осеннюю перекопку ну и вы должны вот опять точно знать какую культуру вы на этом месте будете высаживать и если вы хотите разбросать под картофель под осеннюю перепашку а это сделать надо как можно позже это конец сентября потому что в теплой и влажной земле естественно она начнет работать да а нам же надо чтобы она как бы весной заработала когда картофель будет посажен чтобы земля была уже обогащена этим удобрением поэтому всего-навсего 20-25 грамм на квадратный метр под перепашку либо такое же количество под перепашку весной но рекомендую все-таки пахать землю осенью чтобы избавиться от большого количества червяков ну на этом про амафос мы закончим я надеюсь что вы услышали что я говорила а вот следующее удобрение будет еще более интересное ну а пока до свидания